Вкратце, Sudo позволяет запускать какие-то команды от имени какого-то пользователя, а в файле SudoEarth пишутся те самые политики, кому, где и что. Из того, что мы уже видели, наш пользователь может запускать команды от имени суперпользователя. Давайте для начала найдём, где это записано. Спускаемся вниз, где у нас начинаются политики. Например, root all all all. Первое – это пользователь, для которого написана политика. Если начинается со знака процент, то речь идёт о группе пользователей. Не то чтобы rooty нужны были Sudo права, он и так может делать всё что угодно. Но без этой строчки, если root почему-то запустит Sudo, допустим, если это написано в скрипте или кто-то скопировал команду с интернета и всё такое, то Sudo выдаст ошибку и команда не сработает. Поэтому на всякий случай есть эта строчка. Теперь, что означает all all all? Первое all перед знаком равно – это на каком компьютере? Если первое значение all или совпадает с именем компьютера, которое можно узнать с помощью команды hostname, то Sudo будет работать с этой строчкой. Если же тут написано что-то другое, то Sudo проигнорирует эту строчку. Если у вас несколько компьютеров, вы можете написать один файл Sudo years и закинуть его на все машинки. И Sudo везде будет считывать только строчку, где host равен all или совпадает с hostname машинки. Вторая all – от имени какого пользователя. All значит от всех, то есть можно запустить команду от имени любого пользователя. По умолчанию, если явно не указано, то команда запустится от имени root. А так здесь можно написать конкретного пользователя, допустим user2. В таком случае пользователь root сможет запускать команду с помощью Sudo только от имени user2. Также тут можно указать не только пользователя, а также группу или просто группу. Чуть дальше будут примеры. А третья all – это команда. В случае all можно запустить любую команду, а так здесь можно прописать только те команды, которые вы хотите разрешить. Или наоборот, если вы хотите какие-то команды разрешить и какие-то запретить. Перед запрещенными командами ставится восклицательный знак. Так вот, почему наш пользователь, user, может запускать команды с помощью Sudo? Пока что в этом файле всего две политики – для пользователя root и для группы will. Все остальное – закомментированные примеры. У группы will тоже все права all all. Чтобы узнать, в каких группах состоит наш пользователь, можно выполнить команду groups от его имени, либо указать имя пользователя. Как видно, наш пользователь user состоит в группе will. Именно поэтому у него есть все права на систему. В других дистрибутивах вместо will может быть группа с именем Sudo. Но суть одна и та же. Прежде чем пойдем дальше, давайте я покажу частный случай использования Sudo. Sudo su. Если выполнить просто команду su, то мы меняем текущего пользователя на root пользователя. Правда, для этого нам нужно знать пароль этого root пользователя. Команда Sudo позволяет нам выполнить команду от имени суперпользователя. А мы знаем, что если выполнить команду su от имени root пользователя, то пароль нам указывать не нужно. А значит, выполнив sudo su и введя пароль своего пользователя, мы просто от имени суперпользователя запустим команду su. А так как ему не нужно вводить пароль, мы просто станем root. Таким образом, не зная пароля root, мы можем стать root пользователем. Учитывая, что sudo это механизм, который позволяет повысить свои привилегии, этим активно пользуются злоумышленники. Давайте, для примера, рассмотрим один из теоретических способов с помощью переменной path. У меня в переменной path есть путь home user local bin. Сейчас этой директории нет, но я могу ее создать и сделать такую обманку. Создать символическую ссылку на su. Теперь, когда я пишу htop, bash смотрит переменную path, видит в начале local bin, находит там программу htop и запускает. А на самом деле это программа su. И представьте ситуацию, если мы разрешим пользователю запускать команду htop с правами суперпользователя. Допустим, чтобы понижать niceness. А этот пользователь напишет sudo htop. На деле выполнится sudo su. И он, введя свой пароль, станет root пользователем. Естественно, это очень банальный способ, и его невозможно применить. Во-первых, sudo требует, чтобы в sudoers был полный путь к программам. То есть, если в sudo явно не указан путь home user local bin htop, то ничего не сработает. Во-вторых, в sudoers есть настройка secure path. Когда пользователь будет писать sudo и команду, то sudo будет смотреть только в директории, указанной в этой настройке. Кстати, насчет полного пути. Его всегда можно легко найти с помощью команды vich. Но нужно понимать, что при all 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 пользователя будет полный доступ. А если вы ограничиваете пользователя определенными командами, нужно быть предельно осторожным с выбором команд. Потому что очень часто можно повысить привилегии неочевидным способом. Допустим, давая кому-то право создавать пользователей, он может создать пользователя с группой will и через него стать рутом. Поэтому прежде, чем давать какому-то пользователю права на какую-то программу, следует очень внимательно изучить, что эта программа позволяет сделать. Допустим, тот же ls или v позволяют запускать команды. И для них есть специальный ключ, позволяющий предотвратить выполнение сторонних команд — noexec. Кроме noexec есть еще пара ключей. Один из примечательных — nopasswd. Позволяет запускать указанные команды без ввода пароля. Также, чтобы постоянно не вводить sudo, можно предварительно написать sudo defis s. Также в некоторых случаях люди используют sudo, чтобы предоставить доступ к редактированию каких-то файлов. И хотя лучше в таких случаях использовать права на файлы, ситуации бывают разные. Поэтому у sudo есть относительно безопасный способ редактирования файлов с помощью sudo edit. Для примера давайте предоставлю пользователю user2 право редактировать файл etc.passwd с помощью nano. Он вроде бы и не может открыть командой другой файл. Но я могу изнутри nano открыть другой файл, допустим тот же sudoers, изменить его и сохранить как etc.s, тем самым обеспечив себе все права. Если же в sudoers я пропишу sudo edit, то предыдущая схема не будет работать, потому что принцип работы немножко другой. sudo edit копирует нужный мне файл во временный файл. Я редактирую временный файл, а когда сохраняю, sudo edit заменяет нужный файл той копией, которую я изменил. Когда у вас много пользователей, много разных команд и компьютеров, для облегчения прописывания политик можно использовать алиасы, где можно перечислить несколько значений через запятую. В файле уже данные примеры использования. Политика состоит из четырех столбиков. User это собственно пользователь или группа, в которой применяется политика, поэтому алиас называется user-алиас. Во втором столбике hostname, поэтому host-алиас. Дальше у нас столбик, где указывается от чьего имени разрешать запускать. hostname, называется run as. Собственно, run as-алиас. И последний столбик команды, поэтому здесь command-алиас. Но и тут пример использования политик с алиасами. Также бывает полезно узнать, кто какие команды вводил с помощью sudo. Все действия sudo логируют и их можно посмотреть в файле var-log-secure. Это может отличаться для других дистрибутивов. Также в плане логирования у sudo есть инструмент, называемый sudo-replay. Я его разбирать не буду, это вам такое задание. Настроить и проверить его работу. Если будут какие-то сложности, спрашивайте в комментариях. Последняя строчка файла говорит нам, что sudoers будет читать настройки из всех файлов, находящихся внутри директории etc sudoers.d. Для этого нам понадобится указать для vsudo файл. И здесь давайте пропишем, допустим, пользователь user2 может запускать на этой машине от имени рута команду passvd. Тем самым он может менять пароли другим пользователям. Но чтобы он не мог поменять пароль руту, мы пропишем запрет. Ну и еще правило от пользователя. Допустим, чтобы user2 мог от имени пользователя user запускать команду ls. Сохраним и проверим. Подводя итоги, sudo – инструмент, который позволяет дать определенным пользователям определенные права. Но это делает sudo очень опасными инструментами, которые активно используются злоумышленниками. Поэтому нужно запомнить, без острой необходимости пользователей в sudo прописывать не стоит. По крайней мере, если речь идет о правах суперпользователя. Не стоит строить правила на основе запретов. Разрешить все, а потом запретить опасные команды. Это заведомо проигрышный вариант. Есть огромное количество способов обойти запрет. Давайте доступ только на необходимые команды. Заранее проанализируйте, посмотрите в интернете, насколько опасно то, что вы разрешаете. В дальнейшем вы научитесь писать скрипты. Так вот, вместо самих команд пишите скрипты, которые выполняют строго заданные функции. И указывайте в sudoers эти скрипты вместо команд. Ну и у sudo еще много всяких настроек, которые я не рассмотрел. Но для основ этого будет достаточно. Редактор субтитров И.Л.Б. С. Продолжение следует...